Всем привет! Сегодня у нас будет интересный день. Будем делать сервис на 2020 года РЭМ-3500. Масло я приобрел в местном магазине запчастей. Ротяло Т5, синтетическое масло 10W-30. По инструкции от РЭМа, значит, это масло используется при температуре выше 18, минус 18 градусов Цельсия или 0 по Фаренгейту. Так как у нас в Лас-Вегасе не бывает холоднее минус 18, поэтому будем пользоваться этим маслом. Один галлон это 3, 7, 8, 5 литров. Ну, не важно литры, потому что один галлон это 4 корта, а в тракт помещается 12, так что 4, 8, 12. Все, что необходимо. Стоило это 58 долларов. И пошли подписаться по почте. Вот такая посылочка мне от Gino's Garage, таскаю сайт. Тут никакого спонсора нет, у меня просто, я там вот купил, потому что посоветовали. Значит, они продают, иногда у них есть такие наборы, которые как бы включают в себя все фильтры. И у них как бы идут они по скидке. Если вы их покупаете отдельно, то она стоит дороже. Но вот когда у них все вместе, можно взять и поменять. Как раз подходит время ко всему. Так что вот это фильтр воздуха в кабине. Вот его номер, второй снизу, который 6,8. Эта коробочка стоила 182 доллара по этой скидке. Значит, бесплатно он его присылает. И все вместе получается где-то 242, чтобы сделать полный сервис, поменять все фильтры в машине, поменять масло. Раз в год для меня это делается. Обычно машину нужно менять каждые 14 тысяч миль или 15 тысяч миль, я не помню, 15 по-моему. Или раз в год. Ну вот у меня получается мили не накатывается, поэтому раз в год. Ну и топливный уже подходит тоже, там уже написано 30%. Я не хочу кататься долго слишком на нем, если все это было. Это значит фильтр масляный. Вот его номер. Это мопар, то есть это оригинальные части, которые... Вот Рэма. Этот фильтр топливный, идет на раму, под кузов. Это его номер. Он выглядит. Фильтр топливный, он идет... Вот его номер. Он идет под капот, и там же у него есть вот эта прокладка. У этого, по-моему, тоже есть прокладка. Не помню. Посмотрим. Здесь воздушный фильтр. Я не знаю, в каком-нибудь состоянии. Посмотрим. Его номер. Если он в хорошем состоянии, то мы просто оставим на будущее, потому что это не портится, а, как я сказал, все это было по скидке. Ну и здесь они обычно присылают свой каталог. Вот они, это ихняя компания. Тут все для Рэма. Все, что когда он понадобится для любого Рэма. У них тут все есть, короче, все детали, запчасти, и так далее. И вот они, бесплатные наклейки, обычно присылают. Каминс, можно приклеить, наверное, в гараже где-нибудь здесь. Ну, шуточная такая... Нет, мой трак не продается. Ну, вот это вот сайт, где многие порекомендовали мне покупать. Там это все есть. И было, кстати, еще шоколадки и такие медвежата, мармеладки. Так что дети мои их сразу сперли. Типа, чтобы вам не скучно было жевать, масло менять, чтобы мы могли... Кстати, вот эта штучка тоже приобретена там. Она также продается на Амазонке. Это одевается на масляный фильтр сюда, когда вы его достаете. Потому что масляный фильтр достается в сторону, вот так, через... Там, где у вас колесо находится. Поэтому, если вы наклоните, масло выльется. А эту фигню можно надеть, затянуть. Потом спокойно вытаскивать фильтр. Тоже, конечно, как-то работает. Потом 12 долларов такая штучка стоит. Конечно же, нам понадобится ключ для фильтра самого. И еще понадобится нам, чтобы снять пробку снизу, значит... Чтобы масло слить, понадобится вот это 3 восьмых. Такой просто там квадратик. И так как у меня ключ на одну вторую, вот этот переходничок, который переведет все это дело на 3 восьмых. И также понадобится нам для снятия топливных фильтров. Нам понадобится вот этот набалдажник. 28 миллиметров. Он снимает оба топливных фильтра, которые под кузовом и которые под... В капоте, который находится тоже. Здесь бачок до масла. Ну, все необходимое. Я думаю, начнем с масла. Смотрим, сколько у нас сейчас. 8 тысяч 290 миль. Прогреем немножко мотор. Значит, у нас 334 часа. Из них 252 были на ходу и 85 на холостом. И сейчас посмотрим, что у нас на масле. 32% это у нас жизнь топливных фильтров. И масло 39% будем менять. Посмотрим, какое оно будет грязное на 39%. Сейчас прогреем мотор. Немножко и начнем сливать. Вот, минут 10 уже работает двигатель. Температура масла 107. Достаточно тепленький. Можно заглушить и начать сливать. Вот так вот, я думаю, по этой рестнице я, чтобы не заморачиваться, буду зарезать. Поставил небольшие колодки под низ, чтобы вырвить. Потому что машина стоит немножко из гаража прокат в сторону выезда. Поэтому старо, чтобы стояло как можно горизонтально. Ладно, не задеть. Отлично. Сейчас посмотрим, что у нас находится где сейчас. В этом масляном отсеке. Вот такое у нас черное достаточно масло. Как я сказал, рекомендуется менять масло. Помню точно, опять, не забывая, то ли 12,5 тысяч миль. Написано, не превышать где-то 400 часов, не превышать 15 тысяч миль. Так, сначала начну. 12500 миль рекомендуется менять масло и 400 часов. Но не превышать никогда 15 тысяч миль и 500 часов. А также раз в год, если не накатываются такие мили. У нас сейчас 300 часов, я показал, мили 8 тысяч, чем-то. Так что это все нормально, но год уже прошел. Масло показывает мало, потому что написано, когда мотор прогревшийся. Нужно ждать 30 минут, чтобы показывало точно. Так что 30 минут мы ждать не будем пока горячее. Сейчас все сольем. Но рекомендуется проверять масло, когда машина стоит ночью, после и с утра обычно. Неважно, будем сливать. Откроем эту крышечку, чтобы лучше сливалось. Убирать до конца не буду, чтобы туда мусор не залетел. У нас немножко пыльно. Сейчас посмотрим, что мы здесь можем найти. Стоит бачок на 16 кортов. Как я уже говорил, здесь всего 10. А, 12. Так что все должно улезть. Не нужно мне оказаться, как я сразу же понял, удлинитель. А, это 3,8 квадратик. Потому что не так высоко так находится. Сейчас посмотрим, что получится. О, я ожидал гораздо больше сопротивления. Так как с мотора обычно, с завода все обычно затянуто гораздо туже. Не хочу пачкать ключ, если сейчас хоррется оттуда. Поэтому сделаем вот так вот. Надеюсь, что здесь ровненько. Тоже не хочу пачкать гараж сегодня. Масло такое грязное. Стараюсь я нажимать вовнутрь, чтобы она не вылетела кропка. О, есть, свободно. Так, ну это будет дубль. Дубль 2, потому что хотелось как хорошо, получилось как обычно. Это ведерко оказалось не такое хорошее, как я ожидал. То есть, слив дырочки оказался меньше, чем напор, который идет отсюда. И вот даже вентиляция открыта все равно так хлынула, что я весь пол испачкал маслом. Ну, ничего, мы собирались покрывать этот пол таким покрытием скоро. Так что все будет нормально. Попробуем сейчас. Надеюсь, что не ливанет так сильно, как ливанул до этого. Ну вот, по-божески сейчас. А то как в начале, как пошло. И этот бачок просто... Видно, попало в ребрышко, или куда-то и прям выстрелило прям на улицу. И опять он не успевает. Блин, наполнится. Уж такое, а? А, не, нормально. Поток замедлился. Теперь все заходит. Я, наверное, просверлю дырочку побольше. Вот такая дырочка и крышка сверху. Ну вот, масса сливается. Я думаю, мы оставим это. Немножко подъеду, потому что литер дует. Оставим это на несколько... Ну, какое-то время. Пускай все сольется. Сейчас будем доставать фильтр. Да, кстати, я думал, вот, перед тем, как я начинал, чтобы не забыть. И, конечно же, забыл. Фильтр находится здесь. Я не уверен, как оставить колеса. Повернутые влево, вправо или просто так. Думал поэкспериментировать, а потом уже... Ну, забыл. Теперь, естественно, мотор заглушен. Придется делать в прямом состоянии. Также я думаю, что фильтр будет затянут. Лепка из завода. Попробую. Такой вот новый я ключ приобрел. Ни разу им не пользовался. Посмотрим, как она схватит или нет. Немножко неудобно здесь зацепляться. Второй вариант, конечно, будет снять колесо. Чуть-то мне нежно нравится этот новый ключ. Попробок я вот этим стареньким. Может, в привычке пойдет легче. А, вот пошло гораздо лучше. Не так уж, что на трубу было затянут. Теперь самое главное... Хотя уже поздно, все испачкано. Можно даже не волноваться. Главное, не зацепить никакие провода здесь. Повредить еще чего-нибудь. Ну вот, пошел. Вот так, все же нужно вручную. Пошел. Так, куда мы будем ставить? Тут стоит какой-то провод. Нужно это все поднимать. Да, здесь нужна какая-то полочка или что-то. Сейчас попробуем. Наверное, нужно было колесо повернуть влево. Было бы немножко легче доставать. Я вот на ботинат руке или достаю. О, тепло-масло снизу. Окей. Отсоединились. Постараться держать его ровненько. И опустить куда-то сюда. Да? Нет. Вот так вот. Сюда. Стоит. Стоит. Теперь генем это наше изобретение века крышку. Посмотрим, что все получится. Я думаю, что надо натянуть ее, иначе палец все равно. Некоторые... А, вот она пошла дальше. Некоторые ребята я видел, не просто мешок засовывать туда витереновый. Заворачивать фильтрового дуга. И просто вытаскивать. Ну, мы попробуем вот так сделать. Опа. Ничего не продели. Классно. Вот такая у нас. Неразный фильтр сейчас. Посмотрим, что у нас там стало внутри. Так вот хорошо держит, что эта крышка сейчас не выливается. Получилось очень неудачно. Значит, правильно подготовиться. Значит, там у нас крышка, да, осталось больше витковых. Они еще пока забили, что они сошли, у меня капли, не ничего. Так что, получилось очень удачно. Посмотрим, что у нас здесь. Полный комплект. Нужно только смазать сейчас маслом прокладку. И можно засовывать. Добавляем немножко свежего масла. Можно даже грязным, но неважно. Мы делаем свежим. Смазываем эту штучку. И теперь она пойдет туда очень легко. Легко снимется. Наполнять фильтр маслом не рекомендуется в инструкции. Никогда не делайте вообще на одной машине. А также рекомендуется то же самое делать с топливным фильтром. Инструкция написана из того, что вы можете внести какую-то грязь, когда вы это делаете. То есть, как бы, фильтр в обратную сторону начнет падать телефон. Или начнет в обратную сторону, как бы, знаете. Так, теперь нужно найти, куда она закручивается. Я вижу центр, но я не могу попасть. Чувствую пальцем центральной трубой, в которой она закручивается. Но почему-то не могу попасть на резьбу пока не все. О, есть. Вот так вот. В руки, потому что все в масле сейчас. Какая-то на скал дырку. Затянем ручную. Немножко подам ключом. Обычно я это никогда не делаю, но у меня защемлен нерв в правой руке сейчас. И нет абсолютно никакой силы, особенно к повороту. Так рука не зажимает крепко. Так что нормально. Пара оборотов. Слегка будет все хорошо. Открум сейчас здесь все сверху, чтобы... Потом узнать, что-то что-то или нет, когда будем делать проверку. Все было чисто. И посмотрим, что там снизу творится. Так, ну здесь пока еще капает. Пускай капает. Нам торопиться некуда. Я почему, собственно, сам делаю смену масла. Потому что я люблю убедиться, что все грязное масло ушло. И что правильное масло синтетическое я влил. Так что будем ждать, когда закончится процесс. Ну, пока мы ждем. Сейчас проверим, как выглядит наш воздушный фильтр. Тут всего несколько болтов. По-моему, 6. Да. 12. А, 10 миллиметров. Сейчас посмотрим, что у нас там творится. Вот, собственно, все. Сняли мы эти 6 болтов. Они открывались вообще-то шурупами. Я за него не поднимал шурупы. Посмотрим, как она снимается. Надеюсь, что, да, нам ничего не придется, особенно, соединять. Здесь стоит сенсор на каком-нибудь крепеже. Просто уберем сейчас временно. Ага, мы просто снимаемся вот так вот. И посмотрим, что у нас здесь. Смелька не посыпаем. Так, что-то, мне кажется, не тот фильтр я что-то заказал. Что-то, мне кажется, не так он будет. Пускай-напускай. Посмотрим, что у нас здесь есть сейчас. Ох, какой, а! Ох, какой у нас фильтр. Это за год езды по пустыне. Наверное, придется менять. Все правильно. Фильтр точно такой же. Просто мне почему-то показалось. Наверное, для того, что он был оранжевый. Точно такой же фильтр. Сейчас мы туда запихнем таким же образом, как достанем. Особая его, той же ориентацией, как стоял предыдущий. Вот он замечательно заходит. Ну, а теперь сейчас собираем все это обратно. Кстати, этот крепеж просто так вот вперед двигается и снимается. Я поставил обратно. Не надо было вообще его снимать. Я рад, что я купил этот воздушный фильтр. Будем менять его раз в год, я думаю. Это очень дорогой. Пусть дышит машина. Закрутил я пять этих шурупов. Остался последний. Сейчас. Кончим с этим делом. Я заметил, что вот здесь тут и датчики. Сенсоры стоят. Они немножко болтаются. Попробую подтянуть. Тут нормально? А тут немножко болтается. Попробую подтянуть сейчас вот этот. Что тут такое со звездочкой? Кстати, для тех, кто смотрит, ребят, я не механик. Если я делаю что-то не так, я просто люблю делать вещи сам, если я их понимаю. И также, я не знаю, как в той стране, где вы сейчас смотрите это дело, где я живу, люди любят работать через задницу. И неизвестно никогда, что они сделали, как они сделали. А сделать сам я знаю, что такие мелкие вещи я точно сделаю. Ну, как можно правильно, как я могу. Проверил я масло, и оно еще капает, так что, я думаю, мы сейчас поменяем фильтр вот этот, который здесь в бардачке находится, за бардачком. Я посмотрю, как его снимают. Здесь вот такая веревочка, которая вытянет, там, или такой пружинный намот. Такой, не хочу я снимать, потому что иначе она просто уйдет туда. Будет сложно достать. Но, по-моему, можно залезть в эту щелку вот так рукой. Дотянуться до этой культуры. Не знаю, получится или нет. Вот там вот эта черная коробочка, вот эта. Сейчас я расключил свет. Вот эта черная коробочка, это есть фильтр. Значит, такое ощущение, что она открывается. Ну, либо справа, либо слева, я не вижу отсюда. Через телефон смотрю. Вообще, наверное, сниму я бардачок, а потом уже будет проще, понятно, как это делается. Дальше я поставлю вот тут пену. Здесь вот нащупывается, что бардачок просто ходит по таким осям, и он через него снимается. Вот второй, и вот третий. Здесь проблема, что у нас оставлю его беседу на этой веревочке, натягиваясь сильно, чтобы не порвать ничего. Сейчас заглянем вот так вот оно крепится. Просто погасла моя подсветка, потому что батарейка садится. Это плохо, конечно. Ну, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Куда-то батарейка в телефоне, поэтому перестал работать тонарик в телефоне. Значит, очень просто снимается. Кстати, вот написано Airflow вниз, и на фильтре, на самом так же написано. Здесь вот Airflow вниз. Свидетельно, мы будем встать примерно вот так. И здесь очень просто вот так вот снимается эта фигня. С одной стороны. И с другой. Снимается крышечка. Положим, так же, как она и есть, чтобы не забыть. Сделаем фильтры, посмотрим, что там накопилось за год. Прямо вот этим названием в эту сторону. Очень просто. Ого. Смотрите, какая плюка. Обалдеть. Да, я рад, что мы от него избавимся тоже. Дышать станет сразу свободно. Так же берем, засовываем его. Сюда. До конца. И ставим эту крышечку. Немножко неудобно делать это. Снимает телефоном, так что я думаю, я себе не заморачивался с этим видео. Я бы давным-давно уже все это сделал. Снимался другими делами. Так что ставьте лайки, ребят. Не потому, что мне не нужны, а просто будет приятно. Если кому понравилось. Так, все, здесь готово. Сейчас будем ставить обратно бардачок. Вот так, собственно, крепится бардачок. Видите, вот такие полудушки. И они цепляются просто вот за это место. Вот здесь вот. Сейчас вот ставлю обратно. Вот эти штучки, они просто круглые такие вот. За них цепляются. То, что сейчас засунули. Продолжим сборку. Сдобно с фонариком садить. Здесь все вороты. Направить как-то так. Поставим правую, потому что этот проводок решается. Все, стоит одна, вторая и третья. Все, бардачок на месте. Покатился. Бардачок на месте. Все стоит так, как надо. Фильтр новый. Сейчас я хочу проверить одну вещь, пока я здесь. Я уже говорил. В одном из видео у меня здесь перестало работать. Вот, посмотрите, я светодиодный огонек. Я сейчас посмотрю, почему. Так вот это легко снимается. Когда огонек подвесит просто с одной стороны. И он отвертка, он залазит оттуда. Вот стоят тут светодиоды. Я не думаю, что эти светодиоды могли перегореть. Такие светодиоды стоят везде. На машине, на габаритах. Все работает. Почему здесь, в бардачке, который почти никогда не открывается, перегорел. Хотя, я должен сказать, что он открывается очень часто. Когда мои малые сидят в машине, когда мы в магазин, жена ходит и что-то, они постоянно нажимают на эту кнопку. Поэтому, мне кажется, чтобы открыть, мне кажется, сломался сам выключатель. сенсор, который... Что мы сейчас делаем? Мы отсоединим его. Такое ощущение, что один провод идет на самоэлектричество. Наверное, вот этот. А этот, наверное, идет на кнопку. Толисты так крайне неудобно, не разбирая ничего. Поэтому я сейчас просто замерю, вольтметром сниму эти. Посмотрим, идет напряжение на них или нет. Если напряжение не идет, то, наверное, выключатель сломан. Я тогда дилер, он дилерует везу, пускай они разбираются. Но если лампочка перегорела, конечно, они... С меня возьмут бабки, так что я сам его найду. Поменяю. В общем, посмотрел. Я снял этот коннектор, пытался этого залезть витомером посмотреть. Но не залазит у меня вот в эти маленькие дырочки. Поэтому непонятно, что там соберу это все обратно. Я думаю, поставлю на место, потому что повезут гильзу все равно. У меня заднее окошко плохо открывается в машине. Знаете, совершенно хороший спидиод. И что-то не сгорело, я думаю. Пускай они разбираются. Пускай они его смотрят. Чтобы залезть, я не знаю, где здесь находится выключатель, который включает, включает, включает свет. По-моему, где-то находится внутри подъезд. Это что-то особенно непонятно, как. Я знаю, что можно снять вот эту там вот эту штуку. Вот так вот она снимается. аккуратно. И туда уже можно, наверное, подъездить, искать. И надо полностью снять шурупы. Короче, машина на гарантии. Пусть разбирается. Оставим как есть. Дальше к фильтрам. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас почти перестало литься маслом. Я думаю, этого достаточно. Сейчас тут залезу. Протру все это дело насухо. Мне нравится, как вот РМ делает этот спуск слив масла. Так все четко. В GMC у меня стояло, наверное, потому что у меня стояла защита здесь для бездорожья. И она мешалась постоянно. Потому что залазишь, когда здесь все четко, чисто. Наверное, потому что на бездорожье бьется сперва об этот об мост камнями. Было написано 40 фут-паундов. У меня было написано 60 фут-паундов. Затяжка. Многие писали 60 нельзя, слишком туго. Кто-то писал 40-45 на форумах. Я вот так на руку сделаю и посмотрим. Потому что последнее, что я хочу сделать, это сорвать резьбу. Все. Будем заливать масло. Сойдем сейчас туда масло. Вот, в принципе, в чем проблема этого бачка. Вот, где вот таких маленьких дыречки? Мне кажется, нужно будет просверлить, сделать их побольше. Потому что они не успевали себя всасывать в масло. И потом все это закрывается такой крышкой. И можно слить в какую-то емкость. Ну вот, в принципе, и все. Закрыл я бачок с маслом. Потом перельем все это в эти уже опустевшие бутылки и сдадим в магазин там же, где мы купили масло. Там его принимают и каким-то образом уничтожают. куча салфеток так как я там развился. И сейчас будем заливать свежее масло. Развиняюсь за ветер. Наверное, очень шумит камень. Сейчас начнем этот процесс. Я думаю, мы зальем 9, наверное, коротов или даже 80 сперва. Посмотрим, что произойдет. А нет, нужно сколько? 12? Забыл уже. 12. Зальем, короче, чуть меньше сперва. И замерим, посмотрим, сколько у нас там. 12 все месяц. Потому что сколько я купил? Три банки, по четыре каждая. 12. Ветер как на зло. Что-то пытаешься на видео снять, сразу ветер поднимается. немножко пролил надо убрать, это будет вонять. Не только будет вонять, но и здесь находится колесо, на которое ремень надевается, так что не надо, чтобы то масло попадало. Ну и так все три раза. Пошел второй галлон. на улице просто вьюга теплые ветры идут. Сейчас 8 марта, на улице уже 22 градуса, и теплые ветры откуда-то, не знаю, с Мексики, откуда они идут, просто рвут все. Но как-то хорошо, что не холодные. Ну и последний, как сказать, галлон. Вот по левой стороне идут корты, по правой стороне литры. Оставим до одного, чтобы не перелить случайно. посмотрим, потом замеряем, что там у нас внутри. Сейчас у нас где-то один с половиной. Ветер как делает, некрасиво пачкается. Да. Струя просто летит в сторону. Сейчас посмотрим, что у нас там. Накрываем все это делом. Закрыто. Сейчас попробуем завести. Сразу от нулю жизнь этого масла включив. Написано нажмите и держите направо. Ага, написано, что мотор заклышить надо. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Так что у нас тут с давлением масла. 49 это нормально. Сейчас заглушим. Включим зажигание. Oil life так, а человек не показывает сколько на свой life. Нажмите вы вправо и держите. Так я держу. Еще раз наверное. А, ну да, зажигания не было. сейчас сделаем. Вот она 39 нажмите вправо держите. Держим. Все готово. Сейчас пойдем проверим, что у нас там еще. Вот так вот. Достаточно. Короче, с маслом закончили. Можно приступать к топливным фильтрам. Приступаем к топливным фильтрам. Первый топливный фильтр находится под капотом. я потом покажу. Я пытаюсь сейчас подлезть это. Видите. Не знаю, как лучше показать. Это пластиковая трубочка идет оттуда с фильтра. Сейчас я попытаюсь сделать это надеть вот такой вот пластмассовый двигатель и загнать все это дело в канистру, чтобы не разлить дизель. Ну, собственно, я соорудил такой вот сток, засунув туда свой небольшой линейтель и вот там он подсоединяется к шлангу, который шел от машины от фильтра. Надеюсь, что все стечет аккурат в эту канистру. А вот сам фильтр находится он вот здесь. Вот это болванка сверху. Здесь есть такой винтик желтенький выкрутите и сливается топливо по этому шлангу, который я подсоединился к которому. Делается для того, чтобы спустить воду с фильтров, зажигается лампочка, что вода появилась. Но в нашем случае мы просто сольем дизель, чтобы снять этот фильтр. Открою я сейчас это фокусируйся телефон. Не хочет. Ну вот так где-то открою я сейчас в руке пройду сфокусируйся. Открываю эту фигню. По идее пошел дизель. Сейчас проверим. Давай сфокусируйся. Вот он. Вот он. Сейчас посмотрим, что у нас находится там происходит снизу. слышно, как сливается дизель. Дадим ему слиться с этого фильтра и начнем снимать сан фильтр. Я уже поставил сюда ключ с 28-ми миллиметровым наглажником. можно легко порезаться под этот угол. Поэтому сейчас повернем. Не очень удобное место здесь вращать ключами тесно. Ну вот так с горем пополам я смог ослабить этот фильтр. Слышно как там склепит прокладка очевидно. Не была она смазана на заводе. Сейчас стараюсь снять все это дело не потеряв наболгажник. Течет до сих пор там топливо я слышу внизу. Нимаем крышку. стараемся не занести туда мусором. И собственно снимаем сам фильтр. Не хочет поддаваться хотя вот он и пошел. здесь нужно повернуть что немножко мешает фигня от трансмиссии. таким образом булавливаемого и достаем. Достаем. Куда достаем? Не очень жена хочет доставаться отсюда. его нужно достать. Либо просто бросить на путь что ли? Что-то там внизу. Сейчас посмотрим. Ну вот так получается. Его можно развернуть и достать через отверстие. Сейчас посмотрим что у нас там с фильтром. Так себе. Фильтр как фильтр. Сейчас посмотрим. По-моему вот эта прокладка новая должна стыдиться. Соберемся. Сейчас посмотрим что у нас здесь. Такой же фильтр с прокладкой. Достаем оттуда прокладку. Я ее видел как раз здесь. Сейчас все сфокусировать. Вот видите здесь резиновая прокладка. подцепить и снять. Ставим туда новую. Значит я смазал маслом обычной машиной маслом новую прокладку. Сейчас попробую это осторожненько засунуть чтобы не испачкать и надеть ее на этот цилиндр отфильтра. понадобится две руки так что я потом покажу как это выглядит. Вот так просто просто залезло до конца сейчас будем ставить фильтр туда опять же заполняя его ногами начнем засовывать потом здесь развернем и сманеврируем в отверстие он не очень хочет залазить сверху немножко на капот и таким вот образом туда засовывать этот фильтр он углубляется вот ненамножко ненамножко чтобы до конца теперь в принципе можно ставить крышку самую туда протянул этот крышку с фильтром написано 22,5 паунда крутящего момента нужно поставить но я не смог это сделать потому что у меня крышка не залазил ключ я не залазил это я закрыл крышку пристал длиться дизель я затянул так же вручную как было затянуто никуда не денется я найду на будущее извинитель тогда можно будет отсюда сверху крутить будет гораздо удобнее ну что теперь начинаем смену фильтра который находится на раме вот он здесь пятец где мы находимся вот задний мост и задние колеса и вот здесь значит здесь нет трубки такой сливной но есть клапан который открывается я сейчас сюда одену вот это мой пластиковый трубку и буду просто в руке держать руку вот так вот держать и сливать ее пока она вся не сольется потому что сюда у меня такой трубки чтобы оделась так что я не буду это снимать наверное на видео хотя давайте попробуем повернуть пошло нет не вижу отсюда повернем еще я видел как люди меняют этот фильтр на ютюбе и я скажу что это я боялся больше всего потому что сколько они не сливали топливо отсюда оно потом очень сильно бьется когда снимается сам фильтр снимаем топливо но потом когда ребята снимали сам фильтр оттуда просто вылилось я не знаю сколько но затопило капитально поэтому я не решил что я еще буду делать то же самое 28 миллиметров на балдашник чтобы это снять я не решил как я это буду снимать пока я думаю возьму большой мешок полиэтиленовый вокруг него оберну здесь полет соходим мешок я не знаю дизельный разъезд пластик в общем посмотрим сейчас через минуту что произойдет ну вроде перестала литься отсюда топливо я закрыл этот кранчик сейчас начнем откручивать так ну будем надеяться что мы что-то словим мешок поехали так проверим ничего сюда не идет здесь не идет как неохота чтобы мне лицо завело дизелем сейчас окей вроде пошло сейчас еще раз проверю что отсюда ничего не рвется ага льется так давайте-ка сделаем попробуем слить то что там есть что-то новое появилось может я видел чувак это сняло оттуда как его нет идет когда когда ослабляется фильтр нужно еще сливать они на видео что делали уже два парня посмотрел они просто фильтр сняли в этот момент вот в чем секрет ребят те кто на это занимаются каждый день надо смеются сейчас ну что я слил еще минуты две-три и уже почти ничего не капает я продолжу снимать фильтр здесь мешок закрою этот кранчик чувствую что он уже мокрый поэтому я продолжу сливать перестал умлиться ну хотя внутри там еще есть топливо ложного мешок так выглядит дырочка сейчас проверим чтобы там все было чисто не было никого никаких шкварок и грязи все там чисто и сейчас пока это все капает я поменяю фильтр такой вот у нас последний фильтр сейчас мы достанем тот и поменяем вот эту прокладку вот она собственно старый фильтр и крышка которая снизу крепится тут значит стоит у нас резиновая прокладка которую мы сейчас заменим вот она здесь я снимаю на то же место поставим тоже смажем ее маслом чтобы она хорошо скрылась старая и собственно старый фильтр нужно достать оттуда наглодной рукой ну так резким движением руки вышел этот фильтр здесь осталось еще топливо которое мы просто сольем бачок проверить никаких стружки никакой никакого мусора сейчас начнем все это собирать это значит старая это новая так вот я подниму сейчас поставил я обратно эту штуку в принципе все сейчас ставится нужно просто попасть вот эту на этот штырек я слышу что лучше не закрывать этот клапан чтобы воздух проходил посмотрим правда это или нет так удача не пойдет сейчас ключом подтяну и так же 22,5 у меня сюда должен залезть ключ ну все собственно я закрутил обычным ключом пока она дальше не крутилась просто и дальше не пошел сяги а потом проверил вот этим и ровно 22,5 она дальше не идет так что сделала точно так же как спереди поэтому даже спереди проверять не буду все готово сейчас будем заводить мотор посмотрим что получится так ну что остается самый сложный самый простой момент одновременно самый простой то что нужно включить сжигание не нажимая на тормоз на 30 секунд подождем 30 секунд сейчас и сделать это нужно 30 секунд ждем 30 секунд отдыхает так нужно сделать три раза написано в инструкции пошло 30 секунд 30 секунд отдыхаем так положено сделать три раза по инструкции я думаю мы сделаем это пять раз чтобы точно протолкнуть воздух везде и потом заведем и сказано в инструкции 30 секунд дать поработать я думаю дадим поработать минут 10 как мне порекомендовали чтобы прошли все пузырьки через систему чтобы не при нагрузке это делать что еще 30 секунд зажигание сейчас послушаем как работает насос подождем еще эта ступенька поднялась звук такой еще 30 секунд выключили ждем еще 30 в общем я не буду вас мучить сделаем так еще сделали два сделаем так еще на три раза потом заведем ну что сделал я четыре раза смотрим сейчас произойдет отлично все завелось время 7.27 я думаю дам ей поработать минут 10 7.37 а пока я пройдусь посмотрю что происходит у нас там вокруг да около нужно будет не забыть обнулировать фильтр наверное то же самое нужно сделать когда а нет можно сделать сейчас подержал вправо спрашивает да да так точно не получилось а получилось давай сейчас попробуем hold reset все короче все фильтры у нас теперь 99 процентов непонятно давление масла хорошее пойдем на улицу посмотрим как обороты работают вроде ровно слушаем как работает двигатель и проверим не течет ничего я бы сказал что двигатель работает номинально здесь ничего не капает проверим как у нас как стоят дела здесь ну оно мокренько так как я возился там но на полу капель нету 10 минут поработает посмотрим что произошло вот так вот спорим пополам первый раз в жизни мы сделали сервис на рам 3500 я думаю в будущем это будет происходить все гораздо быстрее так как мне не нужно будет заниматься видеосъемкой хочу убедиться что я не забыл здесь никакие инструменты все закрыто так что в будущем я думаю это займет гораздо быстрее без видеосъемки и уже зная что и как извините извините что получилось длинное видео но всем спасибо за просмотр да это еще не конец последний такой вот трюк зальем деф туда бак у меня почти половина бака дефа и она говорит когда в инструкции сказано когда половина можно смело заливать туда вот такую коробочку в которой 9,45 литров два спрингаллона у меня как раз половина мы сейчас это и сделаем тем образом это все распечатывается воняет аммонии кстати ребята скажу такой секретную информацию я не думаю что кто-то будет смотреть это компания жена этого чувака который этой компанией владеет русская и не только русская это подруга моей жены так что с детства интересный момент ставлю я бы что все это вот сюда и сейчас вот одной рукой возьму буду держать второй направлю весь этот бачок в эту дырочку кроме